Дорогие молдаване, поздравляю! Сегодняшнее решение начать переговоры по присоединению Молдовы к Европейскому Союзу – это наша общая победа. Молдова не хочет быть участником этого процесса. Ну, значит, таков выбор молдавского руководства. 14 декабря становится историческим днем для Молдовы и Украины. Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении двух стран в Евросоюз. Об этом сообщил в бывшем твиттере президент Евросовета Шарль Мишель. Вскоре молдавский лидер Майя Санду поздравила страну с этим решением. Дорогие молдаване, поздравляю! Сегодняшнее решение начать переговоры по присоединению Молдовы к Европейскому Союзу – это наша общая победа. 27 глав государств и правительств ЕС сказали «да» для нашей страны. «Да» за наше европейское будущее. Это новая страница в нашей истории. Также лидеры стран ЕС решили предоставить Грузии статус кандидата. И категории присвоили, и объяснения предоставили. Со вчерашнего дня жители страны могут изучить, по каким критериям рассчитана категория энергетической уязвимости, от которой зависит размер зимних компенсаций за газ, отопление и электричество. Такой опцией наделили платформу компенсаций ГОВМД. Как сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты, зарегистрированные пользователи могут ознакомиться с параметрами и расчётами в личном кабинете. Информационная система автоматически определила категорию энергетической уязвимости на основании соотношения между расходами на энергоресурсы и доходами, доступными для оплаты счетов. Уточняется, что учитывался общий ежемесячный доход домохозяйства, остаток после вычета минимального уровня расходов домохозяйства, расчётная стоимость энергии в холодный период года по некомпенсируемым тарифам, соотношение доходов с расходами на энергоресурсы. В ведомстве призвали всех, кто не согласен с присвоенной категорией, обращаться по телефону горячей линии 08-300-5-300 или отправить сообщение на суппорт от компенсаций ГОВМД. Минздрав заверяет, что ни одно медучреждение после реорганизации не закроют. Ведомство опубликовало заявление, в котором объясняется, что больница дерматологии инфекционных заболеваний работает на 40% от своей коечной мощности. Что касается инфекционной больницы имени Тома Чорбы, в ней отсутствуют три важных отделения – педиатрическое отделение интенсивной терапии и современная лаборатория. Министр здравоохранения Алла Немеренко уточнила, что слияние медучреждений позволит оптимизировать административные процессы и управление бюджетами. Отмечается, что благодаря такому подходу удастся сконцентрировать ресурсы на повышении качества медицинских услуг. Реорганизация предполагает не закрытие медицинских учреждений, как это распространяется в публичном пространстве, а оптимизацию расходов, реструктуризацию и инвестиции, которые будут сделаны в инфраструктуру, мощности и навыки, в общее управление учреждениями. Совместное управление является давно практикуемой моделью во многих странах и предлагает увеличение и эффективность возможностей учреждения. Напомним, Минздрав вынес на общественные консультации до 15 декабря проект по реорганизации столичной инфекционной больницы имени Тома Чорбы и дерматологической в городе Кодру. В министерстве предлагают слияние под общим управлением. Сотрудники обоих учреждений выразили категорическое несогласие с проектом и во вторник устроили протест возле здания правительства. Первая победа бывшего солдата-срочника Марина Павлеско у молодого гея, которого травили в молдавской армии из-за его ориентации. По решению суда Павлеско должен получить компенсацию в размере 120 тысяч леев от воинской части и Министерства обороны. Отметим, что молодой человек и его адвокат запрашивали в суде полтора миллиона леев для возмещения морального ущерба. Сегодня очень важный день. Судебная инстанция вынесла решение, но я хочу уточнить, что хотя мы и одержали победу, я не чувствую, что вердикт принят максимально в мою пользу. Я помню, через что мне пришлось пройти и чему подвергался 6,5 месяцев во время службы в армии и после того, как я принял решение не возвращаться в воинскую часть. Я помню дискриминацию, физическое насилие и всякие издевательства, включая требования Министерства обороны предоставить фотографии, видео и медицинскую справку, подтверждающую мою гомосексуальную ориентацию. Павлеску намерен оспорить решение суда. На обжалование у его адвоката есть 30 дней. Напомним, в отношении Марина Павлеску устроили травлю после того, как руководство батальона, в котором он проходил военную службу, узнало о его ориентации. В ноябре 2021 года он опубликовал сообщение в социальных сетях о том, что принял решение не возвращаться в воинскую часть. Хорошая новость для любителей заграничных посылок. Минфин решил отказаться от лимита до 45 евро на беспошлиные посылки от физических лиц. С 2024 года пересылка товаров от отправителей из-за рубежа в Молдову и покупки из зарубежных онлайн-магазинов будут облагать пошлинами, если их стоимость превышает 150 евро. Такие правки к новому таможенному кодексу утвердило правительство накануне. Две недели назад Министерство финансов предлагало ограничить беспошлиный лимит на посылки от третьих лиц из-за рубежа в Молдову до 45 евро. Причем речь шла не о почтовых отправлениях, а о несопровождаемых посылках, которые граждане пересылают транспортом. Необходимость этой меры объясняли приведением национального законодательства в соответствии с европейским. Торжественно зажгли огни на елке и устроили маленький праздник для детей. Накануне в резиденции президента царила новогодняя атмосфера. Звучали колядки, сказка в прочтении самой Майя Санду. Не обошлось без хороводов и вручения подарков. Видеоотчет разместила глава государства в социальных сетях. После колядок выступления артистов и вокальных ансамблей, маленьким гостям вручили сладкие презенты. Затем Майя Санду прочла фрагмент из книги Спиридона в Ангеле «Приключения Гугуце». Этот экземпляр ей подарил сам автор. Президент призвала граждан находить больше времени на заботу о своих близких и обществе. Санду подчеркнула, что в этом году правительство запустило кампанию «Едем домой на Рождество во всех населенных пунктах». Местные администрации должны пригласить артистов и организовать красивые празднования с соблюдением традиций. Все желающие полюбоваться елкой в резиденции главы государства могут приходить с сегодняшнего дня и до 15 января. Посетителей впускают с понедельника по пятницу с 17 часов до 19, а в субботу и воскресенье с 12 до 15 часов. Лучше пробежаться, чем постоять в пробках. В эту субботу с 11 утра до 13 часов дня в центре Кишинева перекроют движение по проспекту Штефана Чалмаря в периметре улиц Пушкина и Измаил. Там состоится самый веселый ежегодный забег для взрослых и детей. Как правило, участники выбирают праздничные костюмы. Бежать нужно сумками в руках. В них на протяжении всего пути закидывают подарки. Участие в марафоне платное. В столичной мэрии предупредили, что общественный транспорт перенаправят на соседние улицы. Водителей просят заранее продумывать маршруты. Вчера утром написала на сайт Москва Путину вопрос, что не платит зарплату, а уже вечером она пришла. Самые яркие, интересные и актуальные вопросы прозвучат сегодня в нашем эфире. Вы такой молодой, энергичный, симпатичный молодой человек. Ну чего? Спасибо. Спасибо. Особенно на переломных моментах истории любой страны, вот как у нас. Он всегда был пророссийским. Ну потому что это исторические российские территории в НАТО. Все это привело к этой трагедии. С помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы. Новогодний вопрос. Что вы больше любите, селедку под шубой или оливье? Смотря что закусывают. Правда ли, что у вас много двойников? И еще, как вы относитесь к тем опасностям, которые несет в нашу жизнь искусственный интеллект и нейросети? Спасибо. Ну я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. Сегодня население очень активно помогает бойцам СВО, гуманитарка, стройматериалы, снабжение, транспорт. Но почему вообще этим занимаются обычные люди, а не государство? Государство этим занимается. Государство это 99,9 периода усилий. Это государство. Но люди делают это от души. Мы это приветствуем. И не будем это ограничивать. Какое будущее у всех новых регионов нашей страны. Какая цель через несколько лет? Какими мы их увидим в стране? И мы знаем, что как вы скажете, так и будет. Поэтому скажите, пожалуйста, как будет? Хотелось бы, чтобы, как я сказал, так и будет. Не всегда так бывает, к сожалению. Но это мировая практика. Я даже не знаю, зачем они это делают. Они пихают своих людей на просто истребление. Сами военнослужащие говорят, украинские военнослужащие говорят, что это дорога в один конец. Запрет абортов – это прямой путь к подпольной деятельности врачей и увеличению смертности среди женщин. Это же глупо. Какова ваша позиция? Ну, а запреты разве есть? Пока нет. Но, возможно, уменьшение количества в частных клиниках? Почему говорят о какой-то вакханалии запрета? Или же нет? Так сказать, Молдова не хочет быть участником этого процесса. Ну, значит, таков выбор молдавского руководства. Значит, такому и быть. Молдова – одна из самых бедных стран Европы. Совсем недавно она была беднейшей страной Европы. Сейчас Украина заняла это отчетное место. Рынок сельхозпродукции. Рынок сельхозпродукции используется достаточно активно сельхозпроизводителями в Молдове. Российский рынок. Не хотят, не надо. Куда они пойдут с этой продукцией? От теории к практике. В редакцию Ньюсмейкер пришли в гости студенты журфака Государственного университета. Обычной экскурсии дело не обошлось, и будущие журналисты получили задание, озвучили пару текстов и воспользовались телесуфлером. Ньюсмейкер провели экскурсию в новом офисе для студентов Государственного университета Молдовы, факультета журналистики. Вокруг камеры, штативы, провода – это место, где рождается сенсация. В маленькой комнате можно написать новостной выпуск, шоу с гостями или, пройдя через технику редакции, просто записать аудиоподкаст. В распоряжении студентов оказалась студия с профессиональной аппаратурой, где они смогли окунуться в настоящую журналистику. Что их удивило, а что заинтересовало в работе, рассказали сами гости. Сейчас мы находимся в студии, тут много камер, много аппаратуры профессиональной, с которой мы еще пока не разобрались, но было бы очень интересно, если бы нам показали, как, я думаю, нам покажут. Удивило больше всего масштаб. Опять же, здесь аж три этажа, и каждый делится на свой тип новости, например, текстовой, видеоматериал и так далее. Опять же, третий этаж, нижний этаж – это для отдыха. Мы организовали для гостей полное погружение в профессию. Будущие журналисты побывали на месте репортера и его собеседника. Как показал эксперимент, самая эффективная практика – это за пределами университета и в стенах настоящей редакции. Ты, как журналист третьего курса, уже имел дело со съемкой, практика была у тебя. Ты был в студии Государственного университета. При входе в студию Ньюсмейкера, где более профессиональная аппаратура, ты что можешь сказать? Тебя это удивило, поразило или ничего удивительного нет? Ну, конечно, поразило, потому что это другой уровень. В студии Государственный университет все-таки имеет свое финансирование, но она ограничена. А студия Ньюсмейкера, конечно, болтает определенными отличительными особенностями. К примеру, та же обивка, которая звукоизолирующая. Она выглядит все довольно профессионально и на качественном уровне. Но я не против было бы снимать. Здесь как бы практика хорошая. Место для практики вообще идеальное для изучения, для познания в сфере журналистики. В этом году на третьем курсе журналистики в Государственном университете страны учатся порядка 40 человек. 13 из них – русскоязычные. Напомним, у студентов по всей стране сейчас начинается период аттестации. Он продлится до 30 декабря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова